Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня я расскажу, как мы планировали и подготавливали наш участок под виноградник. Пока мы засажем не всю территорию, а только часть, отступив некоторое расстояние от дома. Там у нас пока что школка, здесь грядки, ну и дальше вот пошел беленькие холмики. Это первый ряд винограда. Итак, направление у нас с севера на юг, участок у нас хороший, светлый, солнечный. Шпалеры мы планируем делать двуплоскостные и как раз вот это направление с севера на юг, это направление по более короткой стороне участка. В дальнейшем будем что-то решать со строениями, что-то уберется, вместо чего-то станет что-то новое, тем не менее часть строения освободится и тогда шпалеры будут продлены дальше. Но планируется между ними проход, потому что очень длинная, все равно получается шпалера порядка 30 метров. И для ее обслуживания, конечно, будет удобнее, если будет какой-то разрыв, по которому можно будет удобно проходить. Отступаем от соседей, от забора, здесь отступ где-то метра полтора, может быть чуть больше. И дальше уже пошли ряды. Вот они идут, вот в таком направлении, расстоянии. Между рядами мы сделали 2,5 метра, в ряду 3 метра между кустами. Вообще оптимальная площадь питания винограда 3 на 3 метра. Так ему свободнее, так он лучше себя чувствует, так его можно несколько меньше кормить. Он сам будет развивать свою корневую систему и искать себе пропитание. Но мы все-таки несколько ограничены, поэтому в ряду мы сделали расстояние чуть меньше. И при острой необходимости мы сможем в ряду кусты уплотнить, если нам это будет необходимо. Ну, помните, то есть 3 на 3 это не догма, можно садить плотнее. Но тогда надо думать, как эти кусты кормить. Надо будет больше приложить усилий по уходу за такими кустами, чтобы они чувствовали себя действительно хорошо и комфортно. Пока у нас место позволяет, поэтому мы делаем большое расстояние. Между прочим, расстояние будет одинаковое как для столовых сортов, так и для технических. По техническим я еще сделаю отдельное видео, расскажу, какие я планирую формировки, почему я делаю именно так. Но скажу сразу, я так решила, мне так проще и вообще моя жизнь, мои правила. Поэтому я технические сорта сажу тоже через 3 метра. Несмотря на то, что у нас место хорошее, солнечное и освещается целый день, у меня есть несколько сортов технических, между прочим, которые достаточно поздние. Я себе их взяла в качестве эксперимента, вообще посмотрим, как они будут у нас расти. Но нам же важно, чтобы они не только росли, чтобы они нормально созревали. Поэтому поэкспериментируем. И, конечно, для таких сортов надо самое теплое место. И на сегодняшний день самое теплое место будет вот вдоль длинной стены дома. Получится хороший пристенок. На деревья не смотрим, деревья уберем. Может быть, в ближайшее время, может быть, они побудут до осени, но эти деревья уберем. И вот по этой длинной стороне, это южная сторона, теплая, солнечная, у меня остудится 5 кустов. Вот 5 поздних сортов туда будут высажены. В дальнейшем, возможно, мы еще какие-то строения обыграем, стены. Но пока нам надо разобраться с другими вещами, тем более, что места хватает. Поэтому откладываем на чуть попозже. Как располагать сами сорта в ряду между собой, как их сочетать, об этом я вам тоже расскажу как-нибудь отдельно. Теперь, как готовить сам участок? Конечно, идеальный вариант был бы взять технику, прорыть траншеи сплошные, сплошняком их заложить, сделать плантаж, заложить там, чем надо, всякими питательными штуками. Ну, тогда уже садить. Ну, с техникой немножко не складывается по возможностям, поэтому было принято решение посмотреть, попробовать и вырыть яму вручную. Здесь мы не ставим подкормочных узлов, кормить виноград будем по-другому, как тоже расскажу отдельно, пока мы еще сами, думаю, не определились. Но когда определимся, обязательно расскажу. Значит, поскольку подкормочного узла у нас нет, яму можно рыть меньше. Ну, как видите, по диаметру они небольшие просто, чтобы удобно было копать. И в глубину мы копали где-то сантиметров на 50-60. Не путать вот эту глубину с глубиной посадки. То есть мы такую яму роем, чтобы достать оттуда то, что может быть невкусным на дне, нехорошим, и положить туда что-нибудь вкусное, приятное для растения. Садим же мы несколько выше. Казалось бы, зачем вообще тратить свое время копать эти ямы? Можно просто под лопату, там под бур, под лом посадить, и будет нам счастье. Ну, на самом деле это лотерея. Мы хотим как можно быстрее получить результат. Мы хотим, чтобы наш виноградник был эффективный, показывал нам свой урожай, нас радовал. Поэтому мы в такие лотереи не играем. Ямы готовим. Я вам еще покажу кадр, как мы копали вот эти крайние ямы, что было там внутри. Первая яма готова. Посмотрите, здесь полметра плодородного слоя, и дальше, да, немножечко идет песочек, но это еще не желтый песок. Поэтому на данном участке рыть сильно большие ямы мы не будем. Земля мягкая, земля хорошая, земля черная. То есть фактически сюда ничего можно особо не добавлять. Поскольку у нас есть куча компоста, также есть еще зола от сожженных веток, вот эта вот солома, которая там лежит, она тоже пойдет в сожжение. То вот это мы и добавим в ямы, и этого будет более чем достаточно. Ну и так можно заметить, возле ям, которые вот здесь в сныте, земля в основном черная. То есть земля хорошая. Ну, вот там у нас была, там где круг, компостная яма, много лет туда что-то складывалось, оно перегнивало, и мы это решили использовать для винограда. То есть в яму заложили приблизительно четверть объема от выкопанной земли. Ну, кое-где пришлось кое-чего сделать больше. Я через минутку вам это покажу. И немножечко все это припудрили золой. Я разворачиваюсь в другую сторону, и видите, что лежит возле ям? Красная глина. То есть здесь плодородный слой, гораздо меньше. А под ним вот такая вот красная глина. И участок не совсем ровный, да, тут есть немножко низинки, есть возвышенности. И вот дальше на возвышенности, сейчас я туда подойду, там плодородный слой становится еще меньше, а глины становится больше. Возможно, что когда вот это все пахалось, плуги все время переворачивали, переворачивали землю, в итоге свернули ее туда. Может быть, какие-то еще другие причины, но факт остается фактом. Вот смотрите, что у нас здесь. Красная глина, ее много. Вот там дальше вообще она такая каменистая-каменистая, в нее лопату не воткнуть. Вот эти вот ямы было на самом деле крайне тяжело копать, в отличие от ям, расположенных с другой стороны. И, конечно, садить растение вот в такую вот глину под лопату, ну, ничего хорошего с этого не будет. Расти оно, конечно, может. Но не настолько хорошо, как нам бы хотелось. А поскольку мы торопышки, мы хотим получить быстро урожай, посмотреть вообще, что это за новинки, что это за сорта, которые мы себе завели. Поэтому мы решили, что нам лучше потратить время сейчас и сэкономить его потом. И все ямы не подготовлены, все ямы заправлены. Где глины было больше, туда, конечно, хорошей земли и перегноя складывалось больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот тоже почти все и высажено. Напомню, что о том, как размещать виноградник именно по сортам, какие сорта с какими садить, как их группировать, как столовые, так и технически. Обо всем этом мы поговорим с вами отдельно. И по техническим сортам тоже поговорим отдельно. Я расскажу, что буду делать я. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА